— Понаведаюсь к тебе на Енисей. — Дак, говорили же, место приглядели не на самом Енисея, а в тайге. — Тамошная Енисейским прозывается, как у нас по морям. — Так вот. — Батюшкин крест золотой, сдери с брыластого. — Духовник он, топерича, брыластый, как сдерешь. — Вережников зуди. — Не можно, ересь будет. Макей уставился на старшего брата огненным взглядом, да разве прожжешь шкуру ларивона? — Рухлядь твою, третьяк, не ворошил? — Эва, у третьяка своей рухляди много. На пяти рыдваных тащил или запамятовал. — Гляди, деньги запрячь в землю. Пачи того золота. Ларивон вытаращил глаза. — Откель деньги, золото. — Разве батюшка дозволил бы, чтобы утаить кусок от общины? В ремне золото носил, да в кованом сундучке. Третьяк с халистратом взяли. — Дурак. — Кругом общипанный. Чем жить будешь? Третьяк общину порешит, и ты в холопах будешь ходить. И тут же достал из потайного кармашка в очкури штанов несколько золотых и бумажных денег, припрятанных на черный день. Бери, да чтоб Третьяк не унюхал. Ларивон запрятал деньги, подумал, ладно ли будет, если утаить от общины. Тот барин Лопарев к Ефиме льнет. Из-за того и батюшка пытал ведьму, чтоб порешить всех одним часом. И барина, и Третьяка, и всех, иудов-юзковых, через них пришла напасть. Барин-то у Данила-юзкова живет. А к Третьяку наглядку ходит. Ефиме и значит. И пачпорт достала барину от Юзковых, и сговор имели, как порешить духовника до калистратов чин возвести. Макей долго молчал, раздувая ноздри. Понаведаться бы тайно в общину, да захватить барина возле Ефимии и одним разом отправить обоих на небеси. Озрись, отринь туман тот, вспомнил Макей и содрогнулся. Как жить без Бога? У кого просить милости, и кому грехи отдавать? Бедный, как перст, конь подо мной да степь предо мной. Не до Ефимии в такой час, и без того неведомо, куда ехать, где жить, и что в изголовье положить? Камень ли, ком сена, или взять у кого подушку? Прощавай, Ларивон, прощавай, Макеюшка, опамятуйся, до покаяния наложи на себя, и Бог простит можно. Поклонились друг другу и разъехались. Сметенье в душе Ефимии, и в жар, и в холод кидает. Озрись, отринь туман тот, бьет, бьет, внутриной вопль Макея. Нет у Бога, сына мого и твого, веденейку под Иисусом удавили. Правда в том, и горечь в том, сама себе не верила. Накипь слоилась на сердце, истекая скупыми слезами. Вспомнила, как Амвросий Лексинский, потрясая перед нею Библиями на разных языках, вопил в пещере блуд-блуд, скверна книжников, а не Божье слово. И Ефимия боялась тому поверить, правда ли то, что Библия и Откровение апостолов, Евангелие не Божье слово, а скверна книжников, думала. Амвросий из памяти и разума выжил, потому и отринул Бога. А все-таки тянулась к Амвросию, слушала неистового старца, а потом записывала в тетрадку все его богохульства не для предательства церковному собору, а для собственного разумения. И вот Макей, сын Филаретов, не открывал разночтения и путаницы в Святом Писании на разных языках, а просто нутром, жизнью своей, пронзил, прозрел и отринул Бога, як они бымшить. Не потому ли он, Макей, терпеть не мог, когда она Ефимия говорила ему про Писание? Не мое то дело, обычно отвечал он, писанием зверя не убьешь, и рыбу из моря не выловишь. Подобного Макея никак не ожидал встретить Лопарев. Он думал, что Макей, первобытный космач, такое же непроворотное существо, как и его старший брат Ларивон Филаретович, а тут богатырь, силушка, низвергнувший богов и как обухом топора, со всего размаха трахнувший по самой крепости. Это же сам Пугачев или Стенька Разин, думал Лопарев, когда Макей прогнал его из избы, чтобы он не зрил подружию в постели без платка. Если бы нам такого Макея на Сенатскую площадь, поражения не было бы. Пестелю боялся поднять такого Макея, потому и отказался призвать народ к восстанию. А без таких Макеев Русь не обновить и самодержавие не свергнуть. И тут же возразил себе, а что будет с нами, с просвещенными дворянами? Или так же, как Макей иконы прощипают всех на лучину? Резня будет, кровь будет, много крови будет. Нет, еще не созрел народ для такого восстания. Можно ли допустить жесточайшую резню, какую учинил Пугачев и все его войско? Не с дикарством поднимать народ надо на обновление России, не тащить на престол справедливого осударя-батюшку Петра Федоровича, а чтоб из самого народа вышли справедливые правители России, не тираны, каким показал себя корсиканец во Франции, а такие, как русский академик Михаил Ломонос. Крепко задумался беглый колодник Лопарев. Себя он увидел в Макее и невольно признался, что нет в нем такой решительности и необоримой силы, как в Макее. Это же ураган, тайфун. Одним махом покончил со всеми богами и святыми угодниками. И когда Третьяк призвал Лопарева вязать Макея, Лопарев наотрез отказался. Или тебе жаль крепости, Третьяк? Тогда зачем посадили нацепь Филарета? Не то глаголишь, барин, взяло Борзо, осерчал Третьяк. За святататство, какое учинил в Маленной из бесын Филарета в суд вершить будем. Всем миром на огонь по волокем гада Филаретова уже устроим огневище, барин. А я вам говорю, не троньте Макея. Или ты такой верующий Третьяк, что без тех икон жизни не мыслишь? Мои мысли со мной останутся, барин. А тебе присоветую, не являйся на судное моление, худо будет. Праведников с верой не совратить тебе, барин. Точно так же сказал бы сам Филарет. Лопарев не принял участия в разбойничьем нападении на Макея, но сразу же, как только его потащили на судное моление, долго не раздумывая, пошел в избу Третьяка. Ефимия, конечно, не слышала, что случилось с Макеем. Лежала высоко на подушках и горько флакала. Ты, Александра, тихо спросила. Беда грянет, беда, чую сердцем. Макеюшка чью-то кровь прольет, а сам погибнет. Лопарев сказал, как скрутили Макея и потащили на судный спрос. Третьяк с Микулой переспросила Ефимия. О, Матерь Божия, изгоя окаянный не дам Макея. Не дам сатанинскому судилищу. Лукерья стала уговаривать Ефимию, чтобы она не вставала, но разве есть сила, которая могла бы остановить благостную Ефимию? Судный огонь не занялся. Третьяк с духовником Калистратом проклинали Ефимию, а более того, барина Лопарева. Как быть с барином? Если прогнать из общины, не выдаст ли он, что вообще немного беглых каторжников, а самого Третьяка давно ждет петля? За Лопариум установили строжайший надзор. Ефимия, только Макей уехал, ушла к себе в избенку, поставленную им самим, и закрылась там, даже возлюбленного кандальника не пустила к себе. Третьяк ругался. Во спасение Еретяка поднялась с постели, да в сравном виде явилась перед общиной. А ли мало того, как Макей терзал тебя шесть годов, как изгалялся над тобой? Кого спасала? На огонь бы Еретяка, удавить бы Иуду. Ефимия ответила. Не Бог глаголит твоими устами дядя Третьяк, а не чистый дух, да корысть, да лихаинство. Так оно и было. Хоть лютую крепость держал Филарет, да Третьяк с юсковыми озирались, как бы пасконники и верижники не общипали. И вот настала разминка, Третьяк взял вожжи в свои руки, мало того, золота. И немало. Филарет с Филиппом Строжайшим двадцать лет собирали, торквили с заморскими странами, чтобы накопить много золота, потом бы ружья и пушки тайно приобрести, и тогда уже из Приморья двинуться со своим войском. Не на Москву, а прямо на Петербург, проклятый. В самое гнездо Анчихриста. Третьяк потирал руки, благостно вышло. Сундучок золота у него в руках, калистратушка пусть носит крест золотой, четыре фунта немало. Хватит духовнику. Сумел бы с толком распорядиться крестом, а вот сундучок тяжелеханя, копчина пока что в смятении, и тридцать три дня минула после того, как свергли Филарета. А вдруг потребуют? Отдай. Третьяк общинное достояние, зело-борзо. Мешкать никак нельзя. Бегство такое. А тут еще Ефимия заперлась в Макеевой избушке. Что она задумала? Не поджидает ли Макея? А вдруг Макей явится ночью? Да с ружьем и топором застигнет врасплох третьяка с калистратом. Сведет в кучу, ударит, как горшок о горшок, и дух вон. Умыслила, умыслила болящая, стонал третьяк, успев отполовинить общинное достояние из кованого сундучка. Поговорил с калистратом и установили караул возле Макеевой избушки. Четырех пасконников ставили ночью, трех от зари до зари. В двух крохотных оконцах Макеевской избушки ночами не гасли свечи. Под оконцами старая рябина, а на ее ветках, склонившихся к окошечкам, играли световые блики, отчего листья казались серебряными. Сколь свечей-то пожгет болящая, кряхтел жадный третьяк. Потом спросил у Марфы Ларивоновой, много ли свечей в избе Макея? Да весь воск там, сказала Марфа. Много ли воску? Пуда три или четыре? Макей сам притащил тот воск из города Тюмени. Третьяк схватился за голову три пуда воску. Богатство-то какое! Попробовал отобрать воск, но племянница не открыла дверь. Воск Макеев и мой, и рухлядь в избе Макея и моя. Общинная, общинная, тужился дядя Третьяк. Тогда и твоя рухлядь, дядя, общинная. И воск у тебя общинный. Пуда два будет. Сама видела. Отдай свой воск и рухлядь всю, и я отдам свой воск и рухлядь всю. Такого отпора Третьяк не ожидал от племянницы. Блудница, нечестивка, ругался он, жалуясь Калистрату. Вот, мол, спасли ее от погибели, от сатаны Филарета. Она тут же отрыгнула благодать и заперлась в избе мучителя. Поджидает зверя ехидная, ежели явится, заглотит пули, стать болотная. Третьяк и Калистрат успели забыть, что если бы Ефимия назвала их имена на судном спросе, давно бы им не топтать землю. Теперь, оказывается, они спасители Ефимия. Калистратушка бороду холит, да в юзковом становище пироги жрет. Апостолов-пустынников, учинивших тайный суд при Филарете, прогнали из общины. Ступайте странствовать, якоправедники Иисусовы. И те, как не тягостно было покидать общину, накинули котомки на плечи и подались на все четыре стороны. Верижников и тех Калистрат обжал. Богу молитесь, а за топоры беритесь. И повелел пилить дрова в соседней роще, что всем избам хватило на зиму. Третьяк правил хозяйством, да третьяка главенствовал сам Филарет с Ларивоном. А тут на тебе. Хитрющему третьяку Калистрат передал возжи. Известное дело, третьяк юзковых не обойдет, мошну набьет, лучшие куски сожрет, а других морозить будет, поститься заставит, да еще холопами сделает. Беда, беда. Старики наведывались в избу к Филарету, да тот опалаумел будто. Глядит, слушает, а у самого рот на бок, и звуки вылетают бессловесные. Глагола лишился, Ларивон примолк, погордился и покорно гнул хрип на общинных работах. По избам и землянкам смятенье, не стало крепости Филаретовой, блуд-блуд, еретики объявляются и веру порушат. Роптали и молились за старца Филарета, чтоб Бог послал ему глагол и силу, как в поморье, чтоб огнем пожечь юзковых с третьяком и калистратом. Парни с белицами и игрищами тешились, да еще и песни украдкой пели, слыхан, аллей, там, где веселье, там и сатаны роденье. Ходоки с Енисея, поликард юзков, в Орласе и пасхабрюха, прозванный так за обжирание пасхальными куличами, сказывали про Енисея, где остались одиннадцать ходоков обживать место. Места на Енисеи, как наши поморские, и лесу красного видимо-невидимо, и река огромадная, и рыбы много, и пачи того, зверя в тайге. Вольной волюшки, хоть захлебни. Верижники приступили к калистрату, ехать, мол, надо на Енисеи, там и беловодьюшка для спасения душ. Но как же ехать, глядя на мокрую осень и на зиму? Ехать, ехать, орали верижники, им-то что встал, встряхнулся и мокроступо обул, и все сборы. Третьяк образумил, зимовать где будете? С иеритиками-щепотниками в деревнях? Али под небом, да под снегом? Не подохнете ли яко тараканы? На Ишиме в землю зарылись, землянки до избушки понастроили, ячмень в землю усы клонит, пшеница на сорока десятинах стеной стоит. Бросить все, али огнем пожечь? Остались зимовать. В сухую погоду, до того, как подошел ячмень, поморские круглые копны сена перетащили на волокушах к скотным пригонам, а для дойных коров устроили навесы из жердей. Все мужики и подростки работали от темна и до темна. Более двухсот коров в общине, да столько же лошадей. Было за тысячу коров, да в Перми сожрали. Третьяк с верижниками Гаврилой и Никитой ездили в большое село, на тракте продали там сырые и выделанные кожи, отмятые овчины, масло и закупили у тамошнего купца сахар, крупу разную, железо для кузницы и кто знает, что еще, узнаю Третьяка. Время подоспело осеннее, переменчивое, то дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет. Лопарев прилепился к Микули, водой не разлить, и в кузнице работают вместе, и лясы точат, и брагу пьют. Общинники роптали, не вышла праведника из барина, и руки белые, и говорни мужичей, и про молитвы должно ни разу не вспомнил, если только знал ее. При Филарете так бы не было, старец не терпел белокожих еретиков. Ефимия тем временем отсиживалась в Макеевой избушке, и кто знает, что она там делала. Сорокауст справляет, говорил Третьяк. Настало утро сорокауста. Третьяк собирался ехать в город Ишим и позвал к себе Калистрата, Микулу и Лопарева. Лукерья отварила по-башкирски барана и подала его на серебряном подносе царской чеканки и росписи. Лопарев догадался, не иначе, как из кремлевской добычи поднос, как и кубки для вина. Вместо лавок кованые сундуки. Из серебряных кубков вино пили, не брагу, серебряными ложками юшку хлебали и серебряными вилками мясо в рот тащили. Для поездки в город Третьяк вырядился в плисовые шаровары, в красную рубаху под широким ремнем на чреслах и под девку. Лукерья достала суконную, отменную, бог знает, чьих плеч стянутую. Калистрат и тот преобразился, в лосеницу из конского волоса давно сбросил, а надел из черного плиса рубаху с широкими и длинными рукавами, шитую на манер боярских. Золотой крест на цепи так и сверкал на черном плисе. Вережники Никиты и Гаврила, едущие высшим с Третьяком, отчивались отдельно. Лукерья соорудила для них стол на перевернутой кадушке и засланный дорогой скатерть. За такой-то трапезой и застала гостей у Третьяка племянница Ефимия. В суконной однорядке с перехватом у пояса в черном платке повязанном до бровей, с большим глиняным горшком в руках Ефимия быстро и резко взглянула на всех от порога, как кипящей смолой окатила и, поклонившись в пояс, молвила, «Если кому аминь отдать, спаси Христос!» подхватился Третьяк, ответно кланяясь, «Слава Иисусу, милости сподобились!» Думал, запамятовала про дядю-то, взяло борзо. Ефимия открыла горшок поминальной кутьи и зачерпнула деревянной ложкой отваренную пшеницу. «Помяни, дядя, убиенного сына моего, веденейку в нонешнее сорокаустное утро!» «Господи, помилуй, запамятовал!» Третьяк размашисто перекрестился. «Дай ложку кутью положить!» И опять Ефимия будто черным хлыстом стигнула по упитанному и потному лицу калистрата, по медной бороде Микулы и по пунцовому, отдохнувшему от невзгод лицу Лопарева и как бы невзначай глянула на стол полный яств и вина. Третьяк принял кутью в свою ложку, Лукерья тоже взяла и на два серебряных блюдца попросила положить кутьи для дочерей, которых не было в избе. Под Лопаревым будто горел сундук, до того ему было стыдно, а ведь знал, в сундуке воинного презрения было во взгляде Ефимии. Так смотрят святые на великих грешников перед тем, как спровадить их в гиену огненную. Ты ли здесь Александр Михайлович, который приполз к нам в общину в цепи закованной? Лопарев едва продыхнул стыд. Я, Ефимий, вышел из-за стола. В глазах Ефимии кружевной узор затаенной обиды и горечи. Прости меня, грешницу, не признала тебя. Помянешь ли сына моего, веденейку, удушенного под иконами руками праведников Иисусовых? Ты же не сидел в ту ночь на судной лавке. Помянуть без злобы можешь. Ты же не ходил за веденейкой в избу Ларивона. Помянуть можешь. Глаза твои не зрели, как два кровожадных коршуна. Исполняли волю сатаны и три коршуна зрели то убийство судных лавок. Помянуть можешь. Ты же не вырвал посох из рук сатаны, когда над твоей головой закружилась черная смерть. И не ты кинулся спасать свое тело лютой хитростью. Не ты заставил апостолов петь тебе Аллилую и не повесил себе на шею золотой крест сатаны. С тем крестом Филарет смертью смерть правил. Лжецаря тащил в Москву, хитростью хитрость покрывал. И зло было, и горе было. Не царя надо было тащить на престол, а вольную волюшку. И ты, Александра, пошел против царя, против сатанинского престола, чтоб на Руси не зрели тьмы, а было бы утро и благодать. И зато заковали тебя в цепи. Помянешь ли сына моего в еденейку праведник? У Калистрата глотка пересохла и с лохматых бровей соль стала капать до того он взмут. Третьяк не посмел перебить племянницу, но готов был сожрать ее вместе с глиняным горшком паршивой кутьи. Оглаголила, оглаголила духовника паскудница. Хоть Ефимия не назвала имени Калистрата, да кому не понять, о ком реченье вела. Лопарев взял со стола чеканину и ювелирщикам ложку, но Ефимия оттолкнула ее. Твоя ли это ложка? спросила. Твое ли здесь серебро и злато? Или ты побывал их и серебром запаса? У Лопарева за плечами крещенский мороз пробирает до позвоночника до ребер. Прими кутью из моей ложки и поднесла сама ложку пшеничной каши. Лопарев быстро перекрестился щепотью и сказал, что пусть душа Веденейки возрадуется в царстве Божьем. Благодарствую дядя за поминки сына моего Веденейки. Нехорошо так. Ефимия остановил третьяк. От солнца глядишь, взяло борзо. Ефимия сверкнула черными глазами. Или в одной твоей избе солнца, дядя? Во всей общине. Люди-то ропщут, слышал? И мукой обделяешь, и крупой, и мясом, и хороших коров раздобыл по богатым пасконникам, да себе под начало взял. Ладно ли так? Общину и живем, а у тебя вот на столе и яство, и вина, и сахар, и мед, и хлеб белый от кель. Третьяк готов был треснуть от злобы. Кабы не племянница, ты мне огнем сожег бы, а ли ножом зарезал. Третьяк попятился от такого удара. Бесстыдно так глаголить Ефимия. Я тебе отец опосля отца, а ты, спаси Иисусе, болящий ты, не от души реченья твое, а от болезни. Прощаю, то зелоборзо. У племянницы передернулись пухлые губы. А ли ты хочешь приравнять третьяка с голопузами-пасконниками, которые жрать умеют, а на работу пуп болит? Общинное делим по разумению. Третьяку долю третьяка, микуле микулину, лодырю дам, лодырную. И так много. Хлеб-то общинный, дядя, и скот общинный. Так что? Да не все ли люди одинаково, говорю? А яство и вина на столе моем не общинный. Нарухлить свою выменял у купца, так и живот. Грешно, дядя, об одной оглобле в рай ехать. Третьяк со стервенением плюнул. Худая та птица, зелоборзо, которое гнездо свое марает. Худая, дядя, худая, поклонилась племянница. Та птица коршуном прозывается. Повернулась и пошла к двери. Погоди, благостная, поднялся Микула. Меня-то за что обошла кутьей? Али я душил веденейку? Али воссочувствовал душителям? Ефимия обернулась с порога. Вопль Акулины с младенцем слышу, дядя Микула. Вопит Акулина-то вопит, с очадом вопит, на небеси вопит, Ефимия ткнула пальцем вверх. Может, вспомнишь, дядя Микула, кто помогал Ларевону тащить Акулину с младенцем на огонь и смерть встала? Вспомни, да прокляни того мучителя, радость тебе будет. И хлоп дверью. Серебро зазвенело. Микула не сел, упал на сундук. Лопарев быстро оглянулся и тоже за дверь. Калистрат вытер рукавом пот с горбатого носа и, опустив глаза, увидел на черном золотой филарета в крест и кнул и перекрестил рот. Молчали. Вережник Гаврила вдруг вспомнил. Барин-то щепоть укрестился, когда кутью ел. Кукишем-кукишем, подтвердил Никита. Третьяк рад был сорвать зло на Лопареве. На барина понадейся, а на веревке будешь, а ли цепями забрякаешь зело Барзо. В общине проживает, а голову на бок держит. Как-то будет опосля. Уйдет из общины, да заявится к губернатору с повинной. Вяжите, мол, да милуйте. Из побега возвертаюсь с прибылью. Возьмите, скажет, сотню казаков, поезжайте в общину. И там пятьдесят семь каторжных скрывается зело Барзо. Сыскные собаки не взяли, а я вот скажет, один всех накрыл. Хвально то будет, хвально. Каторжники Микула, Гаврила, Никита вытолищали глаза на Третьяка, переглянулись, будто сами себя увидели в цепях. Господи, помилуй, помолился Микула. Спаси Христос, помолился Никита. Господи, прости, я про то не раз думал, помолился Гаврила. Третьяк зло рявкнул. Думали. Не думать, а по Божьи надо. Сатанинское сатане спровадить зело Барзо. Понимающий притихли. Прости меня, Ефимия, за что прощать? А ли ты свое серебро разложил и сам себе гостей выбрал на праздничную трапезу? Ты святая. Если бы я была святая и не так бы отпочивала, я бы дядю параличом разбила. И руки, и ноги отняла бы, чтобы он лежал на своих сундуках и не зрил, как свинья неба. Тяжко на душе моя Александра, когда вижу, как правит хозяйством Третьяк. И как он прибрал общинное золото. Сколько того золота ведаешь? Сундучок видел? Более трех пудов золота в том сундучке. Филарет с Филиппом Строжайшим народ мытарили. Поморцев, рыбаков, пустынников гоняли заданию на Волгу и в Сибирь, чтобы скопить то золото, а потом на восстание поднять народ. На доброе дело копили, а коршуну в руки досталось, слышь. И тот коршун, дядя мой, легко ли? Как же быть? Не ведаю. Ни умом, ни сердцем. Молюсь, молюсь, а тяжесть лежит на сердце. Еще буду молиться. До той поры, пока не настанет просветление. Ты и так за эти сорок дней столько молилась, что просто страшно. Надо подумать да поговорить с народом. Ах, Александра, народ-то темный, забитый. То Филарет мучил и стращал, то хитрый калистрат увещевает и тьмой глаза застилает. Тогда уйдем из общины. Нельзя жить вот в такой малой общине, оторвавшись от всей жизни. Надо жить со всем народом, со всем светом. Не будет того. Но почему, почему? Община наша спасение от мирской скверны, от царской и барской неволи, от царских судов и каторги. Нет у Александра вольной воли за общиной. А ли ты не в цепях приполз? Кто заковал тебя в цепи? Не все же в России закованы в цепи. Не все, не все, потому смирились и силу свою во зло себе обратили. Развратом живут, блудом, пьянством, долихаимством. Иные по избам клетям прячутся, как раки в речных норах. И то жизнь, и то вольная волюшка. Неправда, не правда, Ефимия, клянусь девятью мужами славы. Я знал в Петербурге людей благородных и высоких в деле. Я встречал Пушкина стихотворца. Если бы ты знала, какие он стихи пишет. Есть честные люди в войске, в гвардии, в мореходстве. Да мало ли где. Не для меня то, Александра. Почему? Я кровью своей поклялась на греческой Библии, что никогда не уйду из общины. Словом, разумением своим, как умею, буду помогать бедным людям. Амбросий предал тебя. Не предал, не предал. Имя мое назвал в соборе. Как назвал? Не знаю. Пытку не перенес и назвал, но не во зло мне. А бы во зло отрекся бы от еретичества и сидел бы в каменном подвале. А его сожгли и пепел развеяли по морю, значит, не отрекся. И я не отрекусь от своей крови. Не знаю, что тебе сказать. Вижу, так жить нельзя. Сама подумай. Уйдете в тайгу и будет та же крепость, как при Филарете. Сейчас Калистрат и Третьяк, а потом. Молиться буду, молиться. И Бог пошлет мне просветление. Верю, Господи, верю. А Лопареву послышалось «Не верю, не верю». Если ты Господи. Пойдем, погляди, как люди живут. Спустились в землянку с пертой и затхлой воздух и сумерки среди бела дня. Вместо двери камышовый полок в пол роста. Лопарев вдвое согнулся, пролезая в землянку за Ефимией. Ни лежанки, ни рухляди. Сразу от порога дымная печурка. Сверху дыра, в накатном потолке, чтобы дым из печурки выходил на волю. На умятом сене пятеро малых полуголых ребятишек. Девочки или мальчики не разглядеть по тьмах. Три сколоченных плашки вместо стола. Чугуны, пара, кринок, краюха углистого хлеба, состряпанного вместе со хвостями и землей. Старуха и молодая баба упали на колени. Благостная, благостная. Что ж вы на коленях? Сколько раз говорила, Ефимия назвала по имени, отчеству старуху и молодую бабу. В Пасконе и, открыв горшок, угостила кутьей. Помянули веденейку. Ефимия спросила, хлеба-то у вас, видно, нету. Есть, есть, благостная, слава богу. Напополам с землей. Да нови, да нови, терпеть надо. Молоко берете от общинных коров или у вас на семью корова? Нету молочка-то, нету-те. Батюшка-хозяин сказал, масло копить надо для торга. У вас же была корова. На общину взяли, батюшка-хозяин повелел. У вас же мужик и два парня, где они? Сено мечут и пригонут. Господи, разве на таких харчах можно работать? Отчего же благостные? Сила-то не от харчей, а от молитвы. Молюсь вот, денно и ночно, тараторила старуха. Лопарев погорбился от ужаса. Какая же неописуемая покорность и смирение? Так повелел батюшка-хозяин. Третьяк, значит. И в следующей землянке то же самое. Сумерки, хламье и нищета беспросветная. Вместо старухи болезненная баба. Да трое ребятишек, один другого меньше. Такой же крохотный столик, краюшка землистого хлеба и надрывный чахоточный кашель хозяйки. Ну а мужик где? На общинной работе благостная. Лопарев послышалось на барщине. Не у помещика Лопарева, а у злодея Третьяка. И еще одна землянка, и еще. Нищета, нищета. Сумерки, забвения и молитвы. Раболепная покорность. Я больше не могу. Отказался Лопарев от пятой землянки. Не могу, не могу. Это же, это же кошмар. Нищенство. Ефимия печально вздохнула. Нищенство не грех, коль все нищие. Да не все. Вообще не худо так живут. То грех. Одним три куска, говорят, мало. Да еще три. Другим ни одного. Не ропщут, молятся. Заглянула в горшок, кутьи осталось на донышке. Пойдем, Александра, есть еще одна изба. Куда мне не пойти, одной ноги не понесут. А идти надо. Ефимия молча повела к берегу Ишима и свернула к избе Филарета. Да ты что, Ефимия, остановился Лопарев. Надо, надо. И подошла к сенной двери. Толкнула дверь. Закрытая изнутри, Лопарев двинул дверь ногой. И тогда кто-то вышел в сенцы. Кто там? Это ты, Лука, открой мне, Ефимия. Иду с поминальной кутьей. Кого поминаешь? Сорокауст по убиенному веденейке. Молчание. Вережник, наверное, думает, открыть ли. Лопарев еще раз толкнул ногой дверь. Батюшка Калистрат наказал, чтобы я никому не открывал. Помяну веденейку без кутьи. А ли ты еретик, Лука? По что еретик? Пустынник? Как ты мог запамятовать, пустынник, что перед поминальной кутьей все двери открываются настежь? И кто дверь не откроет, тому всесветное проклятие, як и еретику. Открой сейчас же. Или я подниму всю общину и выставлю тебя на судный спрос, как еретика. Иисусе Христе перетрусил Лука. Погоди, маленько благостное, я сейчас. Ждали долго. Лопарев со всей силы начал бить в дверь. Лука наконец вернулся и, чуть приоткрыв дверь, протянул глиняную чашку для кутьи. Ефимия отстранила чашку. Старцу несу поминальную кутью, сказала, и рукой толкнула дверь. Лука попытался закрыть, но Лопарев нажал и оттеснил Луку. И каково же было удивление Ефимии, когда на лежанке верижника Луки она увидела мордастую, не первой молодости, вдовушку Пелагею. Ах ты, блудливый, кобель, накинулась на Луку. Такой-то ты пустынник. Среди бела дня, да в покаянной избе, где людей жгли железом и смертью пытали. Чтоб глаза твои треснули, козел ты бородатый. Для святой кутьи двери не открыл, а блудницу на постель положил. Лука бух на колени, да к ногам Ефимии. Помилуй меня грешного, околдовала меня, блудница околдовала, крестом не отмолился и ботагом не отбился. Врет-врет, кобелина, подскочила Пелагея. Сам заманил меня, чтоб я зрила, как он будет бесогнать из сатаны Филарета. Только сейчас Ефимия взглянула на Филарета. Не признала даже, до того старик переменился. Будто ссохся за сорок дней кожа до кости. Сидит на лежанке, сгорбившись, и неотрывно глядит на Ефимию. Что было в его взгляде? Страх ли отчаяние или позднее раскаяние в злодеяниях? — Бесогнал? — не поняла Ефимия. — Гнал, гнал! — застегивала Пелагея кофту. — Плетью лупил да приговаривал. — Алгемей, алгемей! — на столе ременная плеть. Ефимия взглянула на пять большущих костылей в стене. Давно ли она висела на этих костылях? И Филарет с апостолами терзал ее тело, плевал в душу. Три шага, всего три шага до лежанки старца. Но как же тяжко пройти три таких шага? Железная цепь, руки Филарета в рубцах и кровавых полосах. А на лице такие же полосы. Не чуя под собой ног, Ефимия подошла вплотную и взглянула в согбенную спину старца. Вся пасконная рубаха запеклась от крови. Не сегодняшней, да внешней. Вот как обернулась для Филарета его собственная крепость. Ефимия хотела сказать Филарету, что она прокляла его, и пусть он отведает кутьи по удушенному внуку, и пусть кутья застрянет у него в горле, но ничего не сказала. Батюшка Калистрат повелел лупить, оправдывался Лука, и третьяк так же приходил и лупил сатану, и чтоб я кожиный день споведовал мучителя. Мучителя. У Ефимии задрожали губы. Все вы треклятые мучители, и нет у вас ни совести, ни сердца, ни души. Сатана вас породил на белый свет, и сгинете, яка не бымши, и ткнула пальцем в грудь Луки. Пусть тебя на том свете так же лупцуют бесы, как ты. И, не досказав, быстро ушла из избы, так и не угостив никого кутьей. В избушке Ефимии гостевали старухи и поминали веденейку. Лопарев поклонился старухам, остановившись возле порога. Стены избушки увешаны сухими целебными травами. Глинобитная маленькая печь, сработанная макеем. Ухваты кочерга, чугуны, медный самовар, чайник, глиняные кринки. Пол заслан ковыльным сеном, а поверх сена самотканные половики. На лежанке гора пуховых подушек, цветастые одеяла, на крючев зимние шубы. Войдя в избу, Ефимия молча сняла иконку Богородицы с младенцем, поклонилась старухам. Благодарствую за поминание сына моего, веденейки. А теперь ступайте, я молиться буду. Старухи ушли. Она будет молиться. До каких же пор? С ума сойти можно. Послушай меня, Ефимия. Не говори, не говори. В душе у меня черно, и камень лежит. Нету силы, жить Александра нету. Зрить народ во тьме, да забвенье тяжело, тяжко. Не зри меня, ступай. Она была, как мечта, вся из противоречий. Ее нельзя было судить, как не судят малые дитя за слушание. Ефимия, поцелуй меня и ступай. Лопарев схватил ее, прижал к себе и все целовал, целовал в щеки, в глаза, в губы, куда попало. Иконка упала на пол. Пусти, пусти, Богородица причистая, помоги мне. Я не оставлю тебя. Не оставлю. Довольно молитвы. Хватит, жить надо. Жить, жить. Вспомни, какая ты была в роще, и тогда ты вся светилась, как солнце. И солнце в тучи заходит. Не вечно же оно бывает в тучах. Не вечно, а может, и на моей душе настанет просветление. Погоди. Вместе будем ждать. Я же муж твой. Ты же сама сказала, что я муж твой. Или забыла. Нету покоя на сердце Александра. Нету. Одной надо побыть. Не хочу, чтобы ты зрил меня в смятении да в тумане. Пусть я для тебя буду всегда, как небо без туч. Тогда не гони меня. Не буду гнать, не буду. Только дай мне отстоять всеночную молитву. Нет, нет, нет. Молю тебя. Дай мне одну ночь, одну ночь. На теле моем сошли коросты от гноя, и рана зажила от посоха сатаны. А в душе раны кровью точат. Те раны закроются, если Богородица Пречистая услышит мою молитву. Ты же столько молилась. Разве она услышала? Услышит, услышит. Будем вместе молиться. Вместе. Нет, нет, нет. Нельзя молиться вдвоем, коль души разные. Ищу я, ищу, а чего сама не знаю. И нет мне покоя. Ты видел, как люди по землянкам живут. В коростах голодом и холодом. А дядя Третьяк обжирается, да бедных мытарит. Такую ли я крепость просила у Господа Бога, когда на костылях прокляла Филаретом учителя? Есть одно спасение — уйти из общины. Послушай меня. И не говори, не совращай, Александра. Или ты сам от сатаны народился. Как я могу уйти, если кровью поклялась? И как уйти от бедных людей, которым я помогаю лечением? Не можно. Нет, нет. Если ты поднимешься против Третьяка и Калистрата, они убьют тебя, Ефимий. Неужели ты этого не видишь? Не убьют, не убьют. Разве убил меня Филарет? Огнем жег, посохом ударил, да мимо. А что теперь? Сам в рукцах и в крови. А я живая. И жить буду, дай мне одну ночь. Одну только ночь. Если ты меня сейчас прогонишь, я пойду подниму общинников и скажу, что Третьяка с Калистратом надо прогнать из общины. Ой-ой-ой, что ты? Никого-никого не поднимешь, а сам себя погубишь. Нельзя так. А как надо? Как? Не ведаю, буду молиться. О-о-о-о. Не мучай меня, жену свою. Дай мне одну ночь. О-о-о. И как пьяный вышел из избы. Долго стоял на берегу Ишима. Чужой он, чужой в общине. И никогда не сумеет быть своим для таких вот темных и забитых людей. И даже Ефимию не понимает. Уйти мне надо. Уйти. Но куда? Попутный ветер толкал Макея в спину, да насвистывал. Сибирь, Сибирь. И без того ведома Сибирь. Да не пропаду, может. Ехал, ехал, и все один на тракте. Пустынность. Под вечер показался встречный обоз. На телегах везде тюки с шерстью навьюченные под бастрики. В каждой телеге пара лошадей. Макей поздоровался с купеческими обозниками и попросил воды. Эка угораздила тебя миролюбиво, проворчал усатый мужик с бритыми щеками и крикнул первой подводе. — Попридержись, Захар, человек воды просит. Обоз остановился, усач налил из лагуна воды в медную кружку и подал Макею. И все это без креста и спроса, не то что в общине батюшки Филарета. — Далече едешь, паря. — На Енисей реку. — Тридевятое царство, можно сказать. — А мы вот, паря, из Ишима тянемся на тюмень, на ярманку поспеть надо. Но не богатющая ярманка будет. Что за ярманка, Макей не знал. Думалась вся Сибирь голая, как ладонь да каторжная. А вот тянется обоз из Ишима на осеннюю ярмарку. Вспомнил, как ехал с единоверцами ходоком на Енисе и далеко объезжали сибирские городишки, чтобы не опаскудиться среди щепотников. Изредка наведывались в деревне за хлебом и мясом, и то боялись как бы не оскверниться. А ведь и в городах люди живут только без свирепости, без огня. Филипп-то как пожег единоверцев, и будто перед глазами поднялось языкастое пламя сосновых срубов, и оттуда из огня неслось радостное песнопение. Как же так? Одни живут вольно, походя не крестят лоб, не творят всеночных служб, и не думай, что они великие грешники, и что ему готова на гиену огненной. Другие сами себя терзают, носят вериги, орут о спасении. А от кого спасаться? Как осенние листья падают с дерева, так постепенно Макей отряхивал страхи господни, запретой, жадно приглядываясь к людям. Долго гостевал в Ишиме, малом деревянном городишке и набойком тракте. На постоялом дворе Макей спал под синым навесом со щепотниками, кои кукишами крестились, табак смолили, аж дым из ноздрей валил. И в бога ругались до того отчаянно и срамно, что у Макея дух захватывало. От общения с проезжим текучим людям у Макея голова кружилась. До чего же разный народ проживает на белом свете. И татары, и киргизы, и чалдоны, и все текут, бурлят, каждый разматывает собственную жизнь, немало не беспокоясь, угодно ли то Иисусу. Или он морду отворотил от такого народа. Заглянул Макей в киргизскую харчевню, удивился, как люди в теплых бешметах жрали барана на большущем медном блюде, хватая мясо руками, и сало текло им до обнаженных локтей. Табак жевали, и тут же плевались на пол, срамота. А живут же, живут. Нету бога, нету, оседало решение, и Макей, обретая новую силу, не знал еще, куда ее употребить. Кабы подружи Ефимия со мной, и сатанония одолел бы нас. Но подружи Ефимии не было. Под вечер в субботу на постоялый двор заехал ночевать обоз омского купца Тужилина на пятнадцати подводах. Всю ограду забили телегами с кладью, да еще три телеги остались на улице возле ограды. Красномордый купец в яловых сапожищах по пахи, в суконной поддевке под красным кушаком шутки ради вызывал охотников бороться и четырех мужиков положил на лопатки. «Налетай, теребень кабацкая, испытай силушку!» — куражился купец бритощекий и бритоусый. Макей посмеивался себе в красную бороду. Поборол бы купчину, да вот беда. Об личность у купца бабья. Купец и сам заметил Макея возле крыльца. «Э, кабородище огненное, не хочешь ли силушку испытать?» «Поборешь, рублем одарю, не поборешь, нужник заставлю чистить». Купеческие возщики с подрядчиком и постоялыми людьми тормошили Макея. «Спитай, мол, не под бабой лежать!» «Сатано!» — в искус вводит, — думал Макей. «А ли я убоюсь нечистого?» Отринул самого бога, и нечистого так же отринул. «Борода, плечища-то, а вон какие!» «А силушка, мекинные, что ли?» Долговязый подрядчик в поддевке верещал в самое ухо. «Не бойся, мужик!» — говорил Спиридон, че жалостливый. «Не убьет, не бойся!» «Полежишь маленько на лопатках, а нужник ночью почистишь. Чего там, плевое дело!» «Спитай, паря, испытай!» — подталкивали купеческие возщики. Купчина махнул рукой. «Ладно, борода, не будешь нужник чистить, дам тебе урок. На ешим за водой с ведрами на коромысли сходишь, бабье дело справишь». Макей решился. «Если сатана вызывает на бой, ничего не поделаешь, надо помериться силой». И вышел на круг. Воднул купца глазами. «Об личность у тебя, бабье купец. Хоть бы усы сберег, чтоб зрить, не с бабой ли буду бороться?» Возщиков смех прошиб. Купчина рявкнул. «Чего ржете, мекинные утробы?» «А ты, борода, погоди, зубоскалить. Погляжу на тебя, как ты под бабой ногами сучить будешь». «Не замай!» — остановил Макей. «Ты дал урок, теперь мой урок, слушай. Веруешь в Бога?» Купец вытращил глаза. «Давай бороться, а не лясы точить. Скажи наперед, веруешь в Бога или нет?» «Ну, верую!» И купец перекрестился двоеперстием. Макей испуганно отшатнулся. Единоверец. «Мыслимо или дело?» Бритащеки и бритаусы. «На постоялом дворе, да в единоборство, со щепотниками». «А ли ты старой веры?» «Твое которое дело, какой я верой?» «Моя вера самая праведная». Макей глухо проговорил. «Тогда пускай тебе, купец, твоя праведная вера поможет на спине не лежать. А я тебя без Бога бороть буду, слышишь?» Мужики притихли. «К чему речь такая?» «Бога-то не надо бы трогать». Купчина не сразу сообразил, что ему сказал бородач. «Как так без Бога или нехрест?» Макей чуть-то задумался, кто же он теперь, отринувший Бога. «Как ни суди, а крещен на самой Лексе». «Хрещен, да отринул», натужно вывернул Макей. Врать он не сподобился. Что думал, держал на сердце, то и на язык ложилось. Голышком шел по миру, глядите, мол, весь тут. «Кого отринул?» Данимал Купчина. «Бога». Мужики возле телег испуганно забормотали. Шутейная борьба, а разговор-то вышел не шутейный. Безбожник объявился на постоялом дворе. «Бога», — собрался с духом купец. «Да ты татарин, али кто?» «Не зришь, что ли, русской, а веры был старой христианской, какая после Никона в поморе да в скитах сохранилась. Да я отринул то, веру и Бога, и самого Иисуса, как небымши». «Кто небымши?» — таращился Купчина. «Иисус небымши, и Бог так и же. Придумка книжников да глагол верижников, какие умом рехнулись. Вот и побари меня, купец. Да не один, а с Богом, с Иисусом. В кого веруешь? Хошаи и бороды у тебя нету. Бабья образина-то. А я без Бога положу тебя, знай». Мужики глухо проворчали, шуткали. «Изгальство над Богом, над Иисусом Христом. Для них не Иисус, а Иисус. Кто-то сказал, что надо бы проучить рыжую бороду, да пинков надавать из ограды. Купца тоже пробрало до костей, озверел. Без Бога греш. Без Иисуса». И, оглянувшись на мужиков, призвал. «Будьте свидетелями, православные христиане. Биться буду с безбожником смертным боем. Слышали, как он святотатствовал? Кто экое потерпит? Бить, бить надо». Маккей ничего не понимал. Только что собственными ушами слышал, как ругались в Бога и в Мать-Богородицу, и вдруг все ополчились на него, как на волка. «В Бога материтесь, а за Бога!» Маккей не успел досказать. Купчина ударил, в скулу чуть с ног не слетел. «Лупи его, Гаврил Спиридоныч, лупи! Смертным боем безбожника!» Подсосало ему, подсосало, орали со всех сторон. На крыльцо из постоялого дома и из трактира на верхнем этаже выбежали сенные девки, целовальник, заезжий лобазник, трактирщик, и все они подбадривали купчину Гаврилу Спиридоныча, чтобы он проучил смертным боем бородатого безбожника. И пошло завертелось, закружилось возле крыльца. Схватывались грудь в грудь, отскакивали, снова сплывали, схватали друг друга за глотки, но держались на ногах. Мужики со стороны, особенно возщики и приказчик, поддаковали купцу Гаврилу Спиридонычу, готовые сами ввязаться в драку и отбить почки и внутренности безбожнику. Со всей улицы сбежался народ к постоялому двору. Глазели дивились, возгораясь жажду и настоящего смертоубийства. От одного к другому, как по веревочке, неслось, что купец бьется смертным боем с безбожником, какого свет не виду. Макей собрал всю свою силушку и сноровку в драках, чтобы не поддаться купчине, а положить бы его на лопатки без кровопролития, да прижать к земле, чтобы он пришел в сознание. Без Бога греешь, небымший греешь. А сатанел, купчина и, изловчившись, ударил Макея в нос и в губы, кровь брызнула, заехал, как кувалдой, а тут терпенье Макея лопнуло. Ахнул купчину в скулу, челюсть вывернулась. Падая, купец ударился затылком о железную чеку возле ступицы заднего колеса телеги и руки раскинул. «Убивство! Убивство, православный!» Зарал приказчик. «Суси Христе! Суси Христе! Станового позвать Станового! Вяжите разбойника!» Макей отпрыгнул к телеге, возле которой лежал купец, крикнул. «Не...» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...